Я приветствую всех телезрителей программы Культфьюжн, с вами Анна Акуджава. Вы станете свидетелями ярких и интересных мероприятий нашего города прямо сейчас. Мы находимся за кулисами Тверского цирка и прямо сейчас идет представление. На арене уже выступают артисты и все зрители телеканала Тверской проспект могут увидеть техническую часть оснащения, которая помогает всем артистам выполнять сложные трюки здесь и прямо сейчас. Юбилейная программа в Тверском цирке оправдала все ожидания. 19 марта состоялась премьера представления, на которой мы с удовольствием побывали. Красочные костюмы, музыка, отражающая полный смысл номеров, не оставила равнодушным ни одного зрителя. Акробаты, эквилибристы, гимнасты, клоун, который особенно понравился всем детям, и, конечно же, дрессура животных. На арене творилась невероятная красота. Артисты демонстрировали сложнейшие трюки, под куполом цирка гимнасты выполняли неповторимые и опасные пируэты. Цирковые артисты насладились выступлениями, ведь тверская публика встретила их с теплом. Когда он кричит «Браво!», мы понимаем, что ему это нравится, и что мы делаем все правильно для нашего зрителя. Зал полный, встречаем просто прекрасно. Особенно хочется отметить восторженные отзывы зрителей, пришедших на юбилейную программу. Понравились больше девочки на шаре, которые катались в воздухе. Обезьянки. Все понравилось, все супер. Впечатления прям масса, и все номера очень сильные. Гимнасты понравились, обезьяны понравились. Гимнасты, эквилибристы, просто дух захватывало. Нам понравился питон и игги. Мне очень понравилась, конечно, лошадка, лошадь просто гениальная. Очень классный цирк, вот первый, который впечатлил меня так. Очень круто. Тверской цирк ждет всех жителей нашего города на юбилейную программу. Отмечу точно, никто не останется равнодушным, ведь представление получилось действительно очень ярким и интересным. Творческая жизнь киноконцертного зала «Панорама» насыщена интересными мероприятиями. Об этом подробнее вам расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу пригласить вас на замечательный концерт, который состоится в киноконцертном зале «Панорама». Александр Шоу – известный композитор, певец, вокалист дуэта «Непара», имеет звание заслуженного артиста Абхазии и Республики Южной Осетии. Мы впервые услышали и увидели его в дуэте, который просуществовал более 15 лет и за это время приобрел невероятную популярность и миллионную армию поклонников. Львиная доля успеха этого коллектива принадлежит Александру Шоуа, который не только пел вместе с Викторией Толышинской, но и сам писал песни для дуэта. Эти композиции отличаются глубиной и искренностью. Александр – очень разноплановый человек. Он искусно владеет голосом, освоил барабаны, гитару, клавишные инструменты. Несмотря на огромный успех дуэта, Александр никогда не забывал о сольной карьере. Он выпустил несколько дисков, выступает с концертами в нашей стране и далеко за ее пределами. Родился Александр в Ачимчира, городе на море. Впервые сел за фортепиано в 4-летнем возрасте, а в 9 лет уже стал участником местного детского ансамбля. После окончания школы Александр стал студентом отделения эстрады Сухумского музыкального училища, но закончить его не успел. В Грузии началась гражданская война, и многие семьи абхазцев покинули родину, переехав в Россию в поисках спокойной жизни. Семья Шоуа поселилась в Москве. Первое время было непросто. Несколько лет работал в группе Арамис, клавишником, аранжировщиком и бэк-вокалистом. Затем по приглашению представителя известной европейской звукозаписывающей компании Polygram несколько лет пел в одном из ночных клубов Кёльна. Кроме этого выступал с собственными композициями на сцене концертной площадки «Глобус». Популярность к певцу пришла очень быстро. Постоянные клиенты этих заведений стали его поклонниками. Как будто без надежды я встану солнцем над тобой, Я стану ночью безмятежной, позволь услышать голос твой. Я встану солнцем над тобой, Я встану ночью безмятежной, Позволь услышать голос твой. Однако веселить посетителей клубов талантливому музыканту быстро надоело. И Шоуа возвращается в Москву, Мечтая сделать собственный проект, Создав с Викторией Талышинской дуэт «Непара», Который приобрел колоссальную популярность. Человек должен заниматься и вкладывать во что-то душу. Александр всегда сам писал музыку и стихи для песен. Некоторым композициям, Таким как «Плач и смотри», «Другая причина», «Они знакомы давно» Было суждено мгновенно попасть в номинацию хитов. Однако трудолюбивому и амбициозному музыканту Казалось мало славы в дуэте. Он хотел сделать сольную карьеру. И на этом поприще делал успехи. Александр является автором и исполнителем синглов, Которые знают миллионы слушателей. В настоящее время Александр обладает правами на название И композиции группы «Непара». Итак, 9 апреля киноконцертный зал «Панорама» Александр Шоу и группа «Непара». До встречи в киноконцертном зале «Панорама». Очень удобный, очень хороший, Все хорошо слышно, все хорошо видно. От каждого места в этом зале Все видно и слышно. Это удивительно. На сегодняшний день это редкость, хочу сказать. Вот так. Небесомое, незабытое, но закрытое мы решили так. А любовь до дна нами выпита, не ищи ее, мы решили так. Сердце поменять, все переехать, От того, что был рядом, в этот раз, Лучше бы не стать. Также в киноконцертном зале «Панорама» Можно посмотреть фильмы «Золушка» и «Тайна волшебного камня». Не каждой принцессе нужен защитник. Некоторые из них способны сами за себя постоять И более того, выручить близких из беды. На принца Алекса наложено проклятие, превратившее его в мышь. Золушке предстоит освободить его от злых чар И отправиться в незабываемое путешествие Вместе со своими обаятельными друзьями. Доктор Свисток Арсен из Приморского до Гамыса С детства мечтал стать пластическим хирургом. Его мечта почти сбылась. Он устроился в московскую клинику пластической хирургии Администратором. У Арсена не было медицинского образования Но хорошо получалось зарабатывать Выдавая китайские импланты за швейцарские Или продавая пациенткам место в очереди Все у него было схвачено Пока у очередной звезды шоу-бизнеса Свежий тюнинг не взорвался прямо на борту самолета Вместе с фейковыми имплантами В клочья разлетелась и карьера Арсена Он вынужден бежать из Москвы в родной Сочи Где, в чем он абсолютно уверен Его богатый опыт позволит открыть собственную клинику И сделать этот мир лучше Брат Демобилизовавшись, Данила Багров вернулся в родной городок Но скучная жизнь российской провинции не устраивала его И он решился податься в Петербург Где, по слухам Уже несколько лет процветает его старший брат Данила нашел брата Но все оказалось не так просто Брат работает наемным убийцей Брат 2 Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по службе в Чечне Одного из них внезапно убивают Выясняется, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке Данила должен разобраться Он вылетает в Америку и за компанию берет с собой старшего брата Парни под прикрытием Простое и не совсем легальное задание совершить сделку по продаже оружия в Панаме Оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии Uncharted на картах не значится Два искателя приключений отправляются на поиски величайшего сокровища мира Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату С вами была программа Культфьюжн и я, Анна Акуджава Оставайтесь в Центре культурной жизни Твери вместе с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому